Президент Таджикистана Эмамали Рахмон в своем ежегодном послании к парламенту вновь призвал жителей страны быть благодарными. Он отметил, что люди должны быть благодарны Богу, что у них есть процветающая Родина и независимое государство. Рахмон отметил, что все еще существуют некоторые недостатки, но они будут устранены. «Нашими общими усилиями все наши проблемы будут решены в ближайшем будущем, и Таджикистан превратится в процветающее и развивающееся государство», подчеркнул президент. Он также заявил, что гражданская война в 90-е годы в Таджикистане началась из-за вмешательства иностранных государств. Рахмон отметил, что якобы в свое время некоторые страны втянули Таджикистан в нестабильность, которая закончилась бортоубийственной трагедией, в результате чего погибли тысячи людей. Напомним, что каждый раз, когда режим тирана чувствует накал ситуации, он напоминает народу Таджикистана о трагедиях гражданской войны, тем самым как бы успокаивая недовольство народа. А ведь именно вследствие гражданской войны при поддержке одной из этих стран, в данном случае России, Рахмон стал президентом и по сей день находится у власти не без участия своих хозяев. По мнению экспертов, в странах Центральной Азии ужесточение преследований за инакомыслие и ухудшение экономической ситуации могут привести к массовым народным волнениям. А рост исламских настроений в регионе, в общем и в особенности в Таджикистане, может сыграть решающую роль в направленности этих волнений. И это, вполне естественно, вызывает беспокойство тиранических режимов Центрально-Азиатских государств и их покровителей. Беспокоит, и я очень рад, что мы имеем возможность сегодня встретиться.